С 1 декабря компания РЖД планирует сократить количество ласточек еще на 12 пар, оставив в Сочи всего 10. Это будет уже третий после Олимпиады, когда ходило 222 пары поездов, этап оптимизации пригородного сообщения в Сочи. Причина уточняют в РЖД отсутствие финансирования со стороны Краснодарского края. РЖД с 20 марта по 1 ноября понесла убытков от перевозки ласточками в Сочи 1 миллиард 300 миллионов рублей. Это не тот результат, который нужен населению города и, поверьте, совершенно не тот результат, который необходим нам. Мы за то, чтобы движение было, чтобы та уникальная инфраструктура, которая здесь была создана, она жила полноценной жизнью. Мы, конечно, вместе с краем продолжаем работу по поиску этих решений. Край проявляет в лице губернатора края Александра Николаевича Ткачева, его заместителей, чрезвычайно высокую активность в достижении понимания на федеральном уровне. Нужна поддержка на 2014 год с тем, чтобы мы остановили тот тренд вынужденных сокращений объемов перевозок, который мы сегодня наблюдаем, начиная с 20 марта. Для того, чтобы количество ласточек не было сокращено, край должен погасить накопленные долги, отмечают в РЖД. Добавлю, что ласточки в Сочи – популярный способ передвижения. За время Олимпиады эти электрички перевезли около 5 миллионов пассажиров. Востребованы поезда и в период проведения крупных событий, которых на курорте и после игр проводят немало. Добавлю, что Адлерское вагонное депо уже второй год подряд становится лучшим в стране по всем показателям. Только за последние три месяца поездами, которые формируются в этом депо, перевезено 1 миллион 20 тысяч человек. Большой популярностью пользуются и двухэтажные поезда «Москва-Адлер». На их счету почти 420 тысяч пассажиров. Расширяет РЖД и географию услуги вагонов-автомобилевозов. Теперь маршрутов 8. Услуга доступна и сочинцам. Редактор субтитров А.Семкин